Под заголовок второй. Майкрософт, Фейсбук, Гугл, Эппл. С самого начала я верил, что сильная экономика жизненно важна для создания израильской мощи и ее поддержания. Теперь я сосредоточил свои усилия на быстром расширении экономического потенциала Израиля. В принципе, есть два способа расширить экономику страны. Вы либо создаете новые продукты, либо создаете новые рынки. Я верил, что Израиль мог бы сделать и то, и другое. В недавно освобожденной израильской экономике изобретательные предприниматели создавали новые и захватывающие продукты и услуги. Я считал, что роль правительства должна заключаться в том, чтобы как можно меньше вмешиваться в их деятельность и помогать им снижением налогов, гарантиями экспортных кредитов, субсидированием НИОКР и дерегулированием. Я устранил чрезмерное регулирование, потребовав от правительственных министерств представлять смету расходов и источник финансирования для каждого нового постановления, и потребовал отмены старого постановления в обмен на любое предложенное новое. Офис главного ученого сосредоточился на поощрении инноваций. Я вручил ежегодную премию премьер-министра за инновации и ежегодную премию за достижения в области безуглеродного транспорта, щедро предоставленную семьей Самсон из Южной Африки. Меня неоднократно приглашали выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, где я встречался с некоторыми из величайших мировых технологических предпринимателей. С Биллом Гейтсом я обсудил свою цель – предоставить израильским детям из семей с низким доходом доступ к недорогим компьютерам в рамках программы, которую я назвал «Компьютер для каждого ребенка». Гейтс одобрил эту инициативу и произвел впечатление человека покладистого и в высшей степени практичного. С другой стороны, одетый в футболку Марк Цукерберг, которому тогда было за двадцать, показался мне необычайно напряженным и полностью сосредоточенным на своей миссии – человеком, который спешит. После встречи в Давосе один или два раза в последующие годы мы разговаривали по телефону по вопросам, касающимся регулирования интернета, чего я, как сторонник рыночных сил и свободы слова, естественно, не хотел делать. Я был в восторге, когда Майкрософт и Фейсбук признали технологическое превосходство Израиля и создали в стране динамично развивающиеся научно-исследовательские центры. Google, Apple и другие технологические гиганты поступили так же. Многие купили израильские компании, как Орен Баффет, чьим первым приобретением за пределами Соединенных Штатов стала израильская компания по производству прецизионных лезвий ISCAR, основанная дальновидным Стефом Вертхаймером. Когда я посетил завод этой компании на отдаленном холме в Галилее, я был поражен. Роботизированный завод отправлял прецизионные лезвия в Японию. Пора подумать о продаже снега эскимосам. Еще одна запоминающаяся встреча произошла с Иваном Маском. За завтраком в резиденцию на Бальфур в 2018 году я был глубоко впечатлен ясностью и смелостью его видения будущего. Обсуждая Израиль, он высказал несколько поразительных предложений по развитию солнечной энергетики и революционизированию внутригородского транспорта с помощью новой туннельной технологии, над которой он работал. Если это окажется практичным, это могло бы дополнить мое видение объединения Израиля скоростными поездами север-юг, которые устранили бы понятие «периферия» и еще больше связали бы обширную сеть автомобильных и железных дорог, которую мы уже строили. Маск, хотя и четко осознавал свои исключительные способности, был приземленным человеком и, как ни в чем не бывало, говорил о том, что он делает и что меняет мир. Все эти вдохновляющие предприниматели явно оценили израильскую силу инноваций. И неудивительно, благодаря нашей политике свободного рынка, израильские инновации процветали. В Израиле появились сотни агротехнологических стартапов, некоторые из которых специализировались на точном земледелии. Зачем одинаково орошать все поле, когда вы можете использовать беспилотник и датчики на земле, чтобы определить, какая часть поля пересохла, а какая нет? Передача этой информации в компьютеризированные системы капельного орошения, которые Израиль уже разработал, позволила сэкономить воду и повысить урожайность. Иногда сельскохозяйственные инновации появлялись в неожиданных местах. Мой друг Шломи Фогель, успешный предприниматель различных компаний, пристрастился к чернике, фрукту, который, как считается, трудно выращивать в Израиле. Применив гениальную технологию, он построил на голландских высотах в значительной степени роботизированную ферму, которая выращивает чернику и малину, конкурирующие с лучшими производителями в мире. Это всего лишь один небольшой пример изобретательности многих тысяч израильских стартапов. Такая изобретательность открыла нам двери по всему миру. В Израиле возникли сотни стартапов в области водных технологий, многие из которых воспользовались огромными инвестициями, которые мы вложили в опреснение воды. В 2009 году, столкнувшись с острой нехваткой воды, я принял в правительстве решение о строительстве трех огромных опреснительных установок на Средиземном море. Если бы нам понадобилось больше воды, мы могли бы просто приготовить ее, причем с удивительной эффективностью. Израиль также лидирует в мире по очистке сточных вод, перерабатывая примерно 90% наших сточных вод. Занявшая второе место Испания перерабатывала около 20%. Встречаясь с иностранными лидерами по всему миру, я представлял эти факты, а затем задавал вопрос. В какой стране производится больше всего молока на корову? Голландия, Франция, США были распространенные ответы. Но и здесь Израиль был впереди планеты всей. «Видите ли, — говорил я руководителям, — израильская корова особенная. Каждое мучание компьютеризировано. В конце концов, мы — страна молока и меда». Субтитры создавал DimaTorzok